Сегодня я хочу поговорить о ресницах и бровях и разобрать следующие моменты. Когда волосы могут выпасть там внезапно? Могут ли короткие или наоборот очень длинные ресницы быть признаком каких-то заболеваний? Вредны ли татуаж, макияж и наращивание ресниц? Лазеры для удаления татуажа это вредно или безопасно? Имеет ли смысл что-то принимать внутрь для хороших ресниц и бровей? Эффективны ли средства для увеличения роста ресниц? И какие у них есть побочные эффекты? Есть ли положительный эффект от касторового и репейного масла? И на чем он основан? Подходит ли средство для стимуляции роста волос на голове для области ресниц и бровей? И наконец вы сами научитесь определять эффективность популярных на маркетплейсах средств для увеличения густоты ресниц и бровей. Ну что, поехали! Ресницы и брови в отличие от волос на голове имеют особенность прекращения роста при достижении определенной длины, что обычно обусловлено генетически. И более короткий жизненный цикл. Волос там растет до полугода вместо 10 лет, как на голове. И заменяется затем новым. На верхнем веке примерно 250 ресниц длиной 7-12 мм. На нижнем на половину меньше, и они до 8 мм. Волосы в этих областях могут быть патологически короткими. Короткие или обламывающиеся волосы в этих областях могут быть при одном из врожденных синдромов, связанных с патологией белка волоса, кератина, или нарушением усвоения серы, которая входит в этот кератин. При этом будут нарушения волосения и на самой голове. То есть волосы могут быть с утолщением в виде бус, с темными и светлыми участками. Волосы как пух или по африканскому типу. Таких синдромов много, и нарушения формирования волос при них будут видны уже с рождения. Также замечена связь, что более длинные ресницы достоверно часто встречаются у людей, склонных к аллергическим реакциям, пищевым аллергиям, весеннему конъюнктивиту и у больных бронхиальной астмой. Тогда все ресницы и брови могут выпасть разом в течение 1-2 дней. Характерно это для сильного эмоционального стресса, который может запустить резкий переход всех волос в фазу выпадения. В таком случае прогноз в плане самостоятельного восстановления волос без какого-либо лечения благоприятный. Они вырастут в том же объеме в течение года. При отравлении сильными токсическими веществами и ядами также может произойти снимительная потеря всех волос, в том числе бровей и ресниц. Быстрота и степень восстановления волос при этом зависят от степени отравления и может быть частично или полностью невозможно. Если волосы выпали в области бровей и ресниц, а чаще в области наружного края только их в течение нескольких дней, и при этом отсутствовал четко связанный с этим стресс или токсическое поражение, это может быть признаком очаговой аллопеции, которая также часто провоцируется стрессом. Первый эпизод очаговой аллопеции может возникнуть в любом возрасте, в том числе и в детском. Тут нужно искать очаги выпадения волос и на волосистой части головы. Как правило, при этом заболевании они там тоже будут. В течение жизни очаги потери волос при этом зарастают самыми и появляются снова в этих же или в других местах при следующем обострении заболевания. Чем раньше произошел первый эпизод очаговой аллопеции, тем больше вероятность развития тотальной аллопеции с полной потерей волос на всей голове, включая брови и ресницы. Или универсальной аллопеции с потерей волос на голове, лице и всем теле. Причем, как правило, никаких заболеваний внутренних органов при очаговой аллопеции не наблюдается. И человек обычно бывает абсолютно здоров. Следующий вариант. Например, в течение какого-то продолжающегося времени брови и ресницы выпадают в одних и тех же местах, как правило, у ребенка. И появляются новые короткие волоски на этих же местах, которые при достижении определенной длины снова выпадают. На коже этих областей также имеются темные точки только что появившихся волос. И присутствуют короткие волоски разной длины. Эти признаки бывают при патомимии, когда человек, сам не осознавая и даже не замечая этого, может пальцами себе их выщипывать. Это относится к навязчивым состояниям. И если вы наблюдаете такое у своего ребенка, близкого или даже у себя, лучше обратиться для консультации к драматологу. Макияж может ли он нанести вред и вызвать высыпание, зуд и выпадение бровей и ресниц? Даже если косметическое средство предназначено для данной области, и это написано в его показаниях, то есть подходит для области вокруг глаз. Оно дерматологически протестировано и выпускается серьезным косметическим брендом с многолетней историей и хорошей репутацией. Все же не исключена индивидуальная непереносимость и возможность возникновения неприятных побочных эффектов. Например, если она неправильно была подобрана по типу кожи или превышена рекомендованная экспозиция. То есть вместо положенных 5 минут средство оставили на лице на час. Поэтому да, конечно может. Косметика подбирается индивидуально. В идеале это должна быть косметика проверенных брендов-гигантов косметической продукции. Не обязательно дорогих, но и, например, Nivea, L'Oreal из масс-маркета или медицинская косметевтика от компании, которая представлена в аптеках. Такие как Vichy, La Roche-Posay, Bioderma, Neutrogena, Uriage и многие другие. Или косметических линий профессиональных серий, такие как Holy Land, Christina, Abadge и их также много. Средство из профессиональной косметики должно индивидуально вам быть подобрано вашим косметологам и назначено по проблеме или по вашему типу кожи. То есть рекомендована косметика от тех брендов, кто имеет налаженное производство и очень большие деньги на проведение серьезных исследований эффективности и безопасности выпускаемых ими средств. Брендов, которые серьезно заботятся о своей репутации. При этом косметические средства должны содержать минимум одушек и эфирных масел, которые сами часто могут являться прямыми раздражителями и аллергенами. Конечно же, условия хранения и срок годности препарата также имеют очень важное значение в профилактике развития воспалений на коже. Татуаж ресницы бровей. Пигмент во время татуажа в норме закладывается намного выше к поверхности, чем глубина залегания волосяных фолликулов. Для бровей и ресниц она на 2 мм ниже кожи. Поэтому при соблюдении стерильности, использовании разрешенных неаллергичных красителей для татуажа, выполнении татуажа на необходимой глубине, то есть поверхности, и соблюдении всех рекомендованных мастером правил постпроцедурного ухода, никакого отрицательного действия на рост ресниц и бровей татуаж не оказывает. Пигмент через какое-то время полностью удаляется из кожи, содержащимися в ней фагоцитами и путем слущивания клеток рогового слоя. Остается, конечно, возможность развития аллергической реакции на пигмент, но от этого, к сожалению, никто из нас не застрахован. Опасно ли лазерное удаление татуажа бровей и ресниц? В зависимости от цвета пигмента, лазер с большей или меньшей силой будет поглощаться и пигментом самого волоса, поэтому на процедуре удаления татуажа ресницы и брови могут сгореть. Но так как для удаления татуажа используются нано- и пикосекундные лазеры с очень короткой вспышкой, то этого времени недостаточно, чтобы убить волос, а происходит лишь сгорание верхней части его стержня без повреждений ростковой зоны. Поэтому через какое-то время после процедуры удаления татуажа ресницы и брови полностью восстанавливаются. Этого может не произойти, если неправильно был выбран тип лазера, то есть использовался обычный, а не лазер с короткой вспышкой, то есть не наносекундный, ку-свич или пикосекундный лазер. Или если после удаления развился выраженный ожог, воспаление или бактериальная инфекция в области воздействия, которые могут закончиться образованием в этом месте рубца, в котором, естественно, волосы уже никогда расти не будут. Поэтому делайте удаление татуажа только в проверенных клиниках с правильными лазерами и при возникновении каких-то неприятностей или вопросов в процедурном периоде сразу обращайтесь к своему лечащему врачу. Следующий момент наращивания ресниц. Вредно ли оно? Прежде чем обсудить это, я хочу обратить ваше внимание на строение и физиологию волоса. Если кратко, на 80% волос состоит из белка, кератина. На поверхности кератин образует роговые чешуйки, которые наслойны друг на друга, как черепица. Также в волосе есть вода 15% и жир 5%. Все свое питание волос получает в процессе роста из волосяного сосочка, вокруг которого начинает нарастать, обволакивая его. Волосяная луковица, которая в итоге образуется, обволакивая этот сосочек, образует корень волоса, из которого растет стержень. По мере роста он увеличивается в длину, появляется из-под кожи, мы его видим. То есть все вещества, а именно аминокислоты, цистин, серу, которая входит в цистин, аминокислоты для регенерации, гистидин, лизин, аминокислоту тирозин, которая необходима для пигментации волос, жирные кислоты, входящие в состав волоса, витамины, микроэлементы, железо, цинк, кальций и другие волос берет только в растворенном виде из крови от своего волосяного сосочка. Поэтому, чтобы наши волосы, ресницы, брови были здоровыми и полноценными, мы все это должны получать в адекватном количестве с пищей. Поэтому любые витамины, нанесенные нами извне, останутся на поверхности кожи головы и стержни волос, не проникая на глубину залегания луковицы к его ростковой зоне. Волосяная луковица, как жизнеобразующая единица для волоса, хорошо защищена несколькими оболочками, в том числе и плотной соединительно-тканной оболочкой. Все эти механизмы защиты вместе с непрерывным процессом слущивания эпителия и соединенного с вязким сальным секретом железы, входящей в состав волосяного фолликула, препятствуют попаданию бактерий, грибков и всех остальных веществ с поверхности кожи. Следовательно, снаружи мы можем только защитить волос, залепив бреши между его чешуйками, если волосы поврежденные, сухие и пористые, при этом увлажнить его, так как закрывая эти бреши, мы удерживаем влагу в стержне волоса и обеспечивать также с помощью этого всего гладкость и легкое расчесывание волос на голове, что тоже будет препятствовать повреждению и обламыванию стержней. Исходя из этого, когда мы наносим на стержень снаружи клеевой состав с волокном искусственной ресницы, мы ухудшаем увлажненность стержня ресницы. На питание ресницы при этом мы никак не влияем. После снятия нарощенных ресниц, соответственно, мы будем иметь какое-то время сухость стержней ресниц, что потребует от нас более тщательного ухода для их восстановления. Имеет ли смысл что-то принимать внутрь для улучшения ресницы бровей? Полноценного питания с получением всех входящих волос и аминокислот, овсяни содержатся в животных и растительных белках, витаминов и микроэлементов из мяса, рыбы, овощей, фруктов, полиненасыщенных жирных кислот из растительных масел, семян, орехов. Вполне достаточно для поддержания красоты и здоровья ресниц, бровей и всех остальных волос. Но если вы хотите еще дополнительно простимулировать поступление питательных веществ к волосам, то можно пропить курс витаминных препаратов с повышенным содержанием витаминов группы В, типа пантовигара, дрожжемерц для волос, пивных дрожжей или их аналогов. Теперь самое интересное. Наружно применяемые средства для усиления роста ресниц. Реально ли они помогают? Принято считать, что стимулятором роста относятся три типа препаратов. Первый – пептиды. Вторые – витаминные и антиоксидантные препараты. Третья группа – прямые стимуляторы роста волос. Различные аминокислоты, пептиды, коллаген, гиалуроновая кислота, нанесенные снаружи, могут увлажнить волос, что тоже неплохо. И при хороших своих органолептических свойствах, и плюс еще больше при дополнительном содержании светоотражающих частиц в своем составе, эти средства могут создать визуальный эффект увеличения толщины, гладкости, шелковистости и блеска волос и ресниц. Данный эффект является временным и проходит при удалении частиц средства из стержня волоса во время мытья головы и снятия макияжа с ресниц и области бровей. Витамины и антиоксиданты. Стержню волоса они не нужны, так как питается и растет он из луковицы, а та в свою очередь все получает из крови. Поэтому масляные составы витаминных и антиоксидантных средств для роста бровей и ресниц создадут такой же эффект. Утолщение и увлажнение кутикулы стержня волоса, напитывание пространств между чешуйками, липидами и запирание влаги внутри образуемой пленкой, сглаживание чешуек и блеск из-за светоотражения от масла. Репейные и касторовые масла позиционируются как богатые витаминами и антиоксидантными средства. В общем, теперь их действие также понятно. Плюс эти масла очень вязкие, и если вы нанесете одно из них, а потом следом тушь для ресниц, то увидите, что как будто бы ресницы сразу стали толще. Все из-за налипания масла на них. Поэтому мы получаем вау-эффект, так сказать. Силиконы в составе средств для волос и кожи, кстати, создают точно такой же эффект. Сглаживание рельефа и уменьшение потери влаги за счет сохранения воды. Кстати, они отлично пропускают кислород кожи, не нарушая газообмен между ней и окружающим воздухом. И при хорошем своем качестве, то есть когда силиконы из качественного сырья, хорошо очищенные, являются абсолютно инертными веществами, не всасываются внутрь и не вступают в реакции с организмом, являясь абсолютно безопасными для применения в уходовой и декоративной косметике для кожи, волос, бровей, ресниц и чего угодно. Некоторые силиконы, например, диметикон, даже входят в состав принимаемых внутрь капсул и гели типа Pipsan R и аналоги, предназначенных для борьбы с метеоризмом и изжогой. Так как именно за счет диметикона эти лекарства образуют эластичную защитную пленку на поверхности желудочно-кишечного тракта, которая затем полностью из него выходит в неизменном виде. И, наконец, прямые неспецифические стимуляторы роста ресниц. Существуют некоторые препараты для снижения сосудистого и внутриглазного давления, при использовании которых врачи заметили у пациентов необычный побочный эффект. Там, куда они попадали, увеличивалось количество волос и волосы становились при этом более толстыми и темными. Автальмологические препараты, которые использовались для лечения глаукомы, то есть для снижения внутриглазного давления, и стали основой для разработки безрецептурных средств, стимулирующих рост ресниц. Эти препараты относятся к группе простагландинов. Основными двумя представителями их являются бимата прост и латана прост. Суть их действия. Они значительно продлевают фазу роста волос. То есть вместо того, чтобы волос выпал в нужный срок, он продолжает расти намного дольше. А спящие волосы они пробуждают и также переводят в фазу активного роста. В составе всех этих препаратов вы, собственно, увидите входящий в него бимата прост или латана прост. Наносятся они один раз в день на ночь аппликатором на ресничный край или на область брови. Препарат должен быть стерилен и офтальмологически одобрен. В нем не должно быть раздражающих побочных веществ. В архиве Pubmeda англоязычного сайта, содержащего данные о проведенных ранее в разные годы медицинских исследованиях, есть много различных обзоров и статей по поводу применения препаратов данной группы для стимуляции роста ресниц. Конечно, также возможно эффективное их применение в области бровей. Так как стимуляция роста волос у них не специфическая, поэтому эффект неизбирательный. Куда они несли, там и выросли волосы, характерные именно для этой зоны лица и тела. Но сколько же будут продолжать расти ресницы и брови при длительном применении данных препаратов? И насколько безопасно длительно их применять? Опять же, согласно исследованиям, люди, вынужденные применять простагландины по офтальмологическим показаниям, в течение года и более отмечали хорошую их переносимость в более чем 90% случаев. Из наиболее частых побочных эффектов отмечались усталость глаз, раздражение слизистой глаза, а также темное окрашивание радужки и опущение ресниц. То есть по мере их роста ресницы у некоторых пациентов теряли изгиб и опускались. Что же касается относительно самих бровей и ресниц, постоянная стимуляция их роста, так ли это безвредно? Нужно понимать, что если постоянно что-то стимулировать, то, во-первых, ресурсы истощаются, и рано или поздно ресницы все-таки выпадут, так как они не могут расти вечно. Но потом истощенный этим волосяной сосочек будет выращивать такие же истощенные новые волоски. Поэтому длительно точно не рекомендуется этого делать. Ведь после очень длительного курса вы рискуете получить эффект, когда все ресницы, так долго находящиеся в фазе активного роста, после отмены препарата перейдут сразу в фазу выпадения. Поэтому везде важна умеренность. К тому же, согласно одному из проведенных исследований, короткие курсы применения латана просто в течение 2-17 дней у пятерых исследуемых дали результаты, сравнимые с длительными курсами его применения. То есть эффект стимуляции роста ресниц от применения простагландинов наступает быстро и сохраняется достаточно длительное время после их отмены. И последнее. Подходят ли средства для стимуляции роста волос на голове для применения их в области ресниц и бровей? К подобным средствам мы относим препараты для лечения аллопеции, облысения на основе миноксидила, механизм действия которого также основан на неспецифической стимуляции роста волос в месте нанесения. Дело в том, что самым частным побочным эффектом миноксидила является раздражение в виде зуда и красноты. Поэтому его применение в области бровей нецелесообразно, так как кожа на лице тонкая, и этот побочный эффект, скорее всего, там разовьется. А в области ресничного края он вообще опасен из-за раздражения слизистой оболочки глаза. Вот и все, чем я хотела сегодня с вами поделиться. Теперь, зная это, вы сможете безошибочно, открыв раздел состава любого популярного на маркетплейсах препарата, определить, на что именно нацелено его действие, и насколько обещанный продавцом эффект может соответствовать действительности. И сами сможете выбрать, что конкретно подойдет именно вам. Хотите ли вы увлажнить волоски и придать им ухоженный вид, или желаете именно временного удлинения и усиления густоты ресницы бровей. Так что хлопайте ресницами и всегда будьте здоровыми, счастливыми и живущими в гармонии с собой. И, конечно же, подписывайтесь на этот канал. Здесь будет еще много всего интересного. Всем пока! Всем привет! Мне хотелось бы дополнить основное видео, которое я снимала где-то два месяца назад собственными наблюдениями. Когда я готовилась выпустить прежнее видео, я, естественно, очень заинтересовалась, действительно ли эффективны и как переносится средство для усиления роста ресниц. Потому что до этого никогда я ничего подобное не применяла. Только в юности репейным маслом пользовалась. Я купила себе препарат на основе бимата просто. Как я говорила, это не принципиально, что будет в составе бимата просто или латана просто, так как действия, основанные на механизме действия, естественно, у них одинаково, они относятся к одной и той же группе. И эффект вы получите абсолютно одинаковый. Итак, еще мне было интересно, что будет, если применять нерегулярно эти средства и небольшое количество раз. И разный объем нанесения этих средств. Я применяла в прошлый месяц всего 4 раза с разными промежутками между нанесениями. Где-то это было через день, где-то раз в неделю. Всего 4 раза по капле на каждую бровь и на каждый верхний ресничный край. На нижние ресницы не рекомендуется наносить препарат по инструкции, так как он может вызвать нежелательный рост волос на нижнем веке. Что я заметила? Препарат хорошо переносился, никаких неприятных ощущений не вызывал. Ресницы я не красила где-то месяц. Брови я не видела в течение месяца особо никаких изменений. Где-то через месяц я накрасила ресницы. И там действительно было увеличение длины ресницы где-то на 3-4 миллиметра. По поводу бровей, ну, пару-тройку волосков новых появилось. То есть на бровях эффект меньше, менее выражен, чем в области ресниц. Так было у меня. У меня за последние пару лет значительно при деле брови, головки бровей. Но это у меня, видимо, генетически, потому что у мамы в моем возрасте примерно то же самое случилось. Поэтому это может быть необязательно. И все зависит от генетики, как брови растут у вас. Такой эффект больше или меньше может и наблюдаться. Вдохновившись этим эффектом, скажем так, хорошим на ресницах, я решила нанести где-то неделю-две назад пожирнее и погуще на область ресниц препарат. И не каплю, а где-то пару капель я на каждый глаз нанесла. Причем я почувствовала, что и на роговицу попало. И я не стала смывать, но подумала, что офтальмологически протестировано, безопасно. Поэтому можно все оставить. Я легла спать с утра, я проснулась с ощущением песка в глазах в области обоих глаз и с явлениями конъюнктивита. То есть расширены были сосудики и на одном глазуре, и на другом. В течение дня, естественно, я все смыла с утра, и в течение дня я применяла сосудосуживающие капли. Все это прошло на следующий день. И ощущение песка, и расширенные сосуды. Для чистоты эксперимента, чтобы исключить индивидуальную непереносимость, которая, если она развилась, то в следующий раз, когда вы нанесете препарат, даже в небольшом количестве, такие же проявления получите. Я через пару дней нанесла снова рекомендованное количество по капле в области ресничного края на обоих глазах, не попадая на роговицу. Когда проснулась на следующий день, я не почувствовала раздражение, не почувствовала ощущение песка в глазах, и не было расширения сосудов. Поэтому делаю вывод, что наносить надо по инструкции, свыше рекомендованного не стоит, и только на ресничный край, не попадая на роговицу. Какие выводы я могу сделать? Препараты эффективны. Даже небольшое количество нанесений приводят действительно к увеличению роста ресниц, длины ресниц в области бровей, но поменьше эффект. Что еще рекомендую? Наносить по инструкции, не превышать рекомендованное количество, не попадать на роговицу. И тогда действительно средства эффективны, безопасны, и красота наступает. Хотела бы еще показать свои ресницы. Так, вот фокус есть. К сожалению, не могу вам показать, что было до. Я и не измеряла по шкале ресницы своей, просто эффект, который я наблюдаю сама. Поэтому прошу вас делиться своим опытом, кто решил попробовать данные средства, через сколько у вас наступило, действительно ли эффект в области бровей не так выражен, как в области ресниц, были ли у вас какие-то раздражения, и разница наступления эффекта у тех, кто применял регулярно, и кто применял всего несколько раз, как это делала я. Поэтому делитесь в комментариях своим опытом, кто как применял, что наблюдали, что понравилось, что нет. Подписывайтесь на канал, предлагайте новые темы. Всем пока!